Утренний эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новый день встречаем вместе с программой «Утренний фреш». Я, Павел Михно, расскажу о погоде на день и культурных событиях Гомеля. Также познакомлюсь с другими интересными фактами и событиями. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут дожди. Воздух прогреется до 30-32 градусов. Ветер восточного направления скоростью до 4-6 метров в секунду. Жаркая влажная погода сохранится и в выходные дни. Живопись старейшего гомельского художника Ефима Минивицкого будет представлена в центральной части Дворца Румянцевых и Паскевичей с 25 июня. Выставка «Этого не должно быть» позволит зрителям проследить творческий путь художника и познакомиться с многообразием интересов живописца. Ефим Минивицкий с одинаковым блеском пишет как портреты врачей, писателей, художников, спортсменов, политиков, так и тематические полотна с демонстрациями, строителями и поездами. Есть в его творчестве место и военной тематики. Свои картины гомельчанин пишет в особом стиле, разделяя поверхность холста на геометрические фигуры, тем самым создавая необычный зрительный эффект. Искусство традиционное и современное. Цикл лекций под таким названием организуют во Дворце Румянцевых и Паскевичей. Это совместное мероприятие Дворца и Творческой мастерской «Воздух». Проект создан для знакомства посетителей с диалектикой нового и традиционного в истории визуальных искусств. Встреча пройдет сегодня и будет посвящена традиционным жанрам и сюжетам в современном искусстве. 26 июня обсудят примеры новых прочтений классики, которые позволяют по-другому взглянуть на музейное пространство. На тему стремления к новому через переосмысление старого участники встречи поговорят 3 июля. Шедевры Ветковской школы иконописи представлены в филиале Ветковского музея старобрядчества и белорусских традиций в Гомельском парке. Посетители могут увидеть около двух десятков икон 18-20 веков из фондов музея и частных коллекций, а также уникальную фотографию иконописцы за работой местечко-ветка Гомельской губернии, сделанную в 1907 году и хранящуюся в фондах Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге. Широко представлены экспедиционные записи и фотоматериалы, которые проливают свет на историю создания той или иной иконы. Выставка продлится до 14 июля. Сегодня вечером в эфире телеканала «Белорусский Терегомель» смотрите фильм «Ярослав. Киевская Русь». Начало второго тысячелетия. Ростовские земли полыхают от межплеменных войн. В лесах, по дорогам и рекам хозяйничают разбойничьи ватаги. Разбойники продают людей хазарам, которые сплавляют рабов в низове Волги для перепродажи. Чтобы остановить работорговлю, молодому князю Ярославу предстоит объединить земли и народы Ростова. Победить врага можно только преодолев предубеждения и остановив религиозные и этнические конфликты внутри княжества. На месте уничтоженного разбойничьего логова Ярослав основывает город, который позже люди назовут его именем. Смотрите захватывающую киноленту сегодня в 22.20. Завтра вечером в эфире «Белорусский Терегомель» телезрители могут увидеть фильм под названием «Матрица времени». Саманта – крутая девчонка, которой всегда и во всем везло. Но в тот день, в пятницу 12 февраля, что-то пошло не так. Случилась та авария на трассе. Саманта оказалась в заколдованном круге проклятого дня. И теперь она вынуждена проживать ужас той пятницы снова и снова. Чтобы распутать петлю времени, она должна вычислить ошибку и исправить неверный шаг. Но каждый раз что-то не срабатывает. Включайте наш телеканал завтра в 18 часов 25 минут. Будет интересно. Также завтра вечером телеканал «Белорусский Терегомель» предложит посмотреть фильм «Помни меня». Тайлер – беспечный студент, который никак не может найти общий язык с окружающим миром. Он подавлен смертью старшего брата. Отцу, как, впрочем, и матери с отчимом, нет до него никакого дела. К счастью, у него есть друг Эйден. Однажды парни случайно ввязываются в уличную драку. К чему это приведет, смотрите завтра в 20.25. Пять туров. Пятерка игроков в каждой из двух команд и харизматичный ведущий. Каждую неделю команды школьников из Гомельской области борются за победу в викторине «Эрудит пятерка». Ведущий Леонид Климович готовит для команд множество занимательных вопросов. Участники игры проявляют свое лучшее качество, умение грамотно распределять силы и строить выигрышную стратегию. Интрига держит зрителей и болельщиков в приятном напряжении. Смотрите программу «Эрудит пятерка» в это воскресенье в 12 часов 10 минут. Юных телезрителей нашего канала «Воскресенье» ожидает классный час. Детская познавательная программа. Это первая передача в региональном телеэфире, созданная профессионалами и детьми для детей. Все о жизни, увлечениях и учебе в школе глазами подростков. Включайте телеканал «Беларусь-4» в воскресенье в 12.40. Для воскресного вечера у телеэкрана «Беларусь-4 Гомель» подготовил художественный фильм «Ред». Фрэнк Мозес, экс-агент супергруппы ЦРУ, живет теперь мирной и тихой жизнью. Но прошлое настигает его. Как-то утром загадочный киллер пытается лишить его жизни. Опытный Фрэнк, конечно, сумел увернуться от пули, но сразу понял, что дело табак. Кто же поможет справиться с командой ликвидаторов? Конечно, бывшие напарники. Харизматичный Джо Мэттисон и параноик Марвин Бокс. Прекрасный повод тряхнуть стариной. Смотрите комедийный боевик на нашем канале в воскресенье в 20.35. Это программа «Утрени Фрэш». Продолжаем наш эфир. Студия «Союзмультфильм» показала новых персонажей, которых зрители смогут видеть в будущих выпусках «Ну погоди». Новыми героями мультфильма станут Барсук Тим, Косуля Уля и Ёжик Шу. Эти персонажи будут собирательными образами положительных примеров для детей. По словам руководителя студии, создатели персонажей старались найти героев, которые были бы близки современным детям, а также не испортили родителям впечатление от просмотра продолжения легендарного мультфильма «Ну погоди». Будущий проект рассчитан для детей от 6 до 8 лет. Пока точная дата премьеры 52 новых эпизодов неизвестна, однако, по предварительным данным, маленькие зрители смогут увидеть мультфильм уже в конце лета или начале осени. Французская кинокомпания снимет фильм о пожаре в главном Парижском соборе, произошедшем в апреле 2019 года. Название ленты в переводе на русский «Горящий Нотр-Дам». Режиссер и сценарист проекта Жан-Жак Ано планирует рассмотреть несколько версий причины пожара. Так, Ано побеседовал с ответственным за безопасность в соборе. По словам служащего, когда он обратился за помощью, все подумали, что это шутка. Именно поэтому пожарные прибыли с задержкой. В ленте будут использованы архивные съемки. Реконструировать события будут с помощью компьютерной графики. «Мы делаем фильм, который будет выглядеть как фантастический фильм, но который основан на реальной истории. Это как триллер, эмоционально, трогательно», отметил режиссер. Напомним, пожар в средневековом соборе начался 15 апреля 2019 года. Каркас здания и основные произведения искусства уцелели, однако были утрачены шпиль и кровля. Забавные кадры удалось запечатлеть хозяину собаки из США. Молодой человек спокойно отдыхает на диване и уже давно заметил, что его пес готов на все ради синего мячика. В этот раз парень решил устроить проверку для питомца по кличке Нала. Американец легонько бросает мячик на диван. В этот момент собака разгоняется и прыгает прямо между подушек. Такой энтузиазм пса развеселил пользователей сети, но они принялись плакать от смеха, когда Нала застряла. Утро одной из семей в США началось с этих удивительных кадров. Мама заметила, что на заднем дворе происходит что-то странное. Девушка выглянула в окно, и перед ней предстала поистине уникальная картина. На детской площадке, которая установлена за их домом, спокойно играли четверо медвежат. Они задорно и весело катались с горки, нагоняли друг друга, а один самый любопытный умудрился забраться на качели. Все развлечения проходили под присмотром мамы, которая следила за непоседами, расположившись в тени. Люди решили не беспокоить диких животных, а только достали камеру и запечатлели эти уникальные кадры. Позже все семейство ушло в лес. По всей видимости, пришло время обеда. 21 июня в воскресенье наступает важная астрономическая дата – летнее солнцестояние. Это не только самый длинный день в году, но и начало астрономического лета. По верованиям древних – самое сильное по жизненной энергетике время. В этот же день произойдет кольцеобразное затмение Солнца. Его полоса пройдет по странам Азии и Африки. В России и странах СНГ будут наблюдаться его частные фазы. Заметнее всего оно будет в Грузии, Армении и Азербайджане. А вот в Киеве, Минске, Москве фаза будет минимальной. Луна-отъезд от Солнца – всего маленький краешек. Произойдет это с 8.43 до 9.00 часов 4.00 по местному времени. Но предупреждаю, если тучи не закроют Солнце, смотреть на него без специальных средств защиты глаз не стоит. Сегодня в вечернем эфире смотрите программу «Добрый вечер, Гомель». Это разговор на актуальные темы, рассказ о ярких событиях и жизни Гомеля и Гомельской области. Интересны гости в студии и известные ведущие телерадио компании «Гомель». Включайте телеканал «Беларусь4» в 20.25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Новый день с вами встречали «Утренний фрэш» и я, Павел Михно. Сегодня пятница, впереди выходные. Желаю вам продуктивного рабочего дня и хорошего настроения. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова